Каждый петербуржец в расцвет золотой осени мечтает оказаться не в офисе, не на работе, а шуршать листьями в царском селе. И вот такая возможность есть у нашего коллеги Николая Корнеева. Но он там не отдыхает, а работает. На днях там открыли макет Екатеринского парка для людей с нарушениями зрения. Николай сейчас расскажет нам все подробности. Коля, доброе утро. Оля, доброе утро. Да, ребята, доброе утро еще раз. Собственно, сразу презентую для вас макет. Когда рядом с ним находишься, чувствуешь себя гулливером. Надо отметить то, что макет интерактивный для людей с нарушением зрения открыли недавно. Подробности нам сейчас расскажет Ольга Щевелева, начальник по работе с детьми Государственного музея заповедника Царское село. Доброе утро. Вот этот макет является финальным этапом работы над проектом, который был адресован детям с проблемами зрения. Ребята приходят к нам сюда очень часто. Они осматривают Екатеринский дворец, ратную палату. Там специально для них разработаны программы. А вот парк у нас был не охвачен. И вот теперь эти дети могут познакомиться с Екатеринским парком. Хорошо. Вот когда они подходят, есть же какая-то определенная логика, с чего они начинают? Конечно. Первый этап. Это мы им предлагаем обойти вокруг макета и представить себе, каких размеров парк. Потому что вот этот макет, это в 500 раз сделано уменьшение. И вот ребята обходят, и мы говорим, представьте 500 таких макетов. Вот это и будет территория парка. А дальше они начинают с парком знакомиться. Ведь Екатеринский парк, он состоит из двух частей. Это регулярная часть перед Екатеринским дворцом и пейзажная часть. То есть они начинают его на ощупь исследовать? Ну, дети с проблемами зрения, они, конечно, смотрят руками. Да. А как это вот происходит? То есть вы их как направляете? Вот здесь у нас Екатеринский дворец. Да, вот у нас Екатеринский дворец. Перед дворцом раскинулся парк. Посмотрите, это водоемы, два зеркальных пруда. Это прямые ровные аллеи, регулярная планировка. Деревья высажены по линейке, и кроме того, их кроны подстрижены. Им придавали форму куба, шара, пирамиды. А кроме этого, на территории парка были еще постройки архитектурные. И мы рассматриваем павильон Эрмитаж в конце Эрмитажной аллеи, верхняя ванна, нижняя ванна. То есть вот это все ребята осматривают. Хорошо. Скажите, вот с какими вы, может быть, сложностями или особенностями столкнулись, когда вы создавали этот интерактивный макет? Вот что нужно было обязательно учесть? Ну, вообще сложностей было, конечно, очень много. Потому что когда мы определились с масштабом, мы поняли, что некоторые постройки парка у нас совершенно здесь невозможно показать. Потому что они, ну, совершенно получатся мелкими и незаметными. Как, например, девушка с кувшином. Поэтому от многих построек нам пришлось отказаться. Кроме этого, ведь посмотрите, какой у нас зеленый красивый парк. Какие огромные и нарядные деревья. Конечно, все это хотелось показать на макете. Но тут большая сложность. Если мы будем показывать весь зеленый массив, то у нас совершенно потеряется архитектура парка. Хорошо. Но я вот знаю, что это финальный этап проекта для работы с детьми с нарушениями зрения. Для этого у вас еще существует специальная книга. Такая книга-экскурсия. Расскажите о ней. И покажите сразу. Ну, я бы сказала, это путеводитель. Это такой путеводитель, когда ребята, поработав с макетом, прокладывают себе маршрут, по которому им предстоит пройти, то как раз вот этот альбом, выполненный в рельефно-графическом формате, со шрифтом Брайля. Вот видите, да? Тотально слепые дети могут здесь прочитать, все потрогать. И вот этот путеводитель, он, собственно, и ведет детей по Екатерининскому парку. Мы переходим от одной точки к другой. Мы осматриваем, что-то можно будет детям потрогать руками. Ну, и финальная точка нашего маршрута – это знаменитая девушка с кувшином. Хорошо. Скажите, что-то планируется еще? Может быть, уже в следующем году в рамках этого проекта? Ну, вы понимаете, вообще работа с детьми с особенностями развития, с особенностями какими-то осложнениями зрения – это такое одно из приоритетных направлений работы музея. И у нас существуют уже две программы в Екатеринском двадцатой вратной палате. Мы, конечно, будем готовить Александровский дворец, потому что мы тоже хотим, чтобы туда пришли детки с нарушениями зрения. Ну, и таким образом получается целый цикл программ, и мы всех приглашаем. Я уверен, что у вас все получится, и я знаю то, что программу можно еще адаптировать и для взрослых людей с нарушением зрения. Ну, собственно, как мы сделали со всеми нашими программами, которые создавали. Мы сначала разрабатывали их для детей с ограничениями по зрению, а потом получилось так, что к нам стали приходить взрослые с такими же проблемами. И, в общем-то, немножко переделан текст, немножко углубили какие-то вопросы, и люди с интересом это слушали. Спасибо вам большое, коллеги. Но я хотел бы от себя добавить то, что в свое время не только Александр Сергеевич вдохновлял «Царское село», но еще и Репина, Ахматова, Гоголя. И сейчас уже сотрудники вдохновляют на новые проекты, делают такие прекрасные интерактивные макеты. Поэтому приходите, изучайте, наслаждайтесь, пока у нас еще действуют турборежимы «Золотая осень». Оля, ну подожди, мы тебя еще не отпускаем. Понятно, что царско-сельский лицей известен на весь мир своим известнейшим выпускником, своим известнейшим Александром Сергеевичем Пушкиным. А мы вот у тебя хотели спросить. Ты-то, понятно, свою школу еще прославишь. А есть ли у тебя любимые учителя, которых ты помнишь, любишь и готов поздравить с Днем Учителя? Люда, ну очень провокационный вопрос. Конечно, я не буду называть имена и фамилии, потому что учителей много. Не буду выделять одного. Встречаюсь ли я с ними? Да, мы иногда переписываемся, созваниваемся. И что приятно, в 2022 году у них есть социальные сети, и я могу следить за их жизнью. Спасибо, Коль, спасибо за поздравления, спасибо за интересный рассказ.